Привет друзья! Раскрою малоизвестный рецепт приготовления ухи из речной рыбы в казане на костре. В рецептуре ухи необычно переплетаются как традиционные ингредиенты, так и довольно экзотические для этого блюда. Знаю, что эту уху любят кушать широко известные в нашем мире люди, но пора этому рецепту выйти и в широкие массы. Начнем! В оригинале рецепта уху варят из двух видов рыб, это важно. Судак и щука. У меня две тушки двухкилограммовые. В этом варианте приготовления ухи с тушек рыб даже не обязательно снимать чешую. Мы в приготовлении используем только чистое филе, без кожи. У тушек рыб заберем головизну, хребты, хвосты, перья. Все это пойдет для бульона в уху. Не забывайте с головизны удалять жабры. Дальше с тушки снимаем филе, ведя по хребтовой кости. Это довольно легко. С филе снимаем кожу с чешуей, оставляя чистое мясо. Чистое филе судака и щуки делим на порционные кусочки. И идем ставить рыбный бульон. В холодный 12-литровый казан закладываем части рыбы для бульона. Заливаем холодной водой и ставим на печь. Для ароматизации и вкуса бульона необходимо добавить в казан следующие овощи. Две луковицы, можно неочищенные, цвет будет интереснее. Две морковочки. Несколько веточек сельдерея. После снятия пены с бульона добавим специи лавр и душистый черный перец горошком. Подготовим овощи для ухи. Нам потребуется 7 клубней картофели. Картофель нарезаем крупным брусочком. Вернемся к казану. В бульоне образовалась пенка, с которой я успешно борюсь. Что и вам советую. Пенку убирать тщательно, чтобы бульон был в ухе прозрачный. Приятно кушать. Дома это сделать легко. Через марлечку процедить. Все. Добавляем специи. Три штуки лавра. Душистый горошек десяток. Черным горошком десяток, но, может, больше не считал. Оставляем под закрытой крышкой, чтобы пробулькивало по чуть-чуть. Минут на 40. Рыбный бульон у меня готов. Посмотрите, какой он золотистый. Это от луковой шелухи. Что мы делаем? Хорошо процеживаем. Убираем все овощи, специи. И, главное, мелкие косточки, которые мы процедим. В чистый золотистый бульон отправляем нарезанный картофель. А сами с вами идем подготавливать фишки, которые я обещал для этой ухи. Вкусные. До этого момента все мои действия по приготовлению ухи были классикой. А сейчас небольшие фишки этого блюда. Но очень вкусные, интересные. Четыре сырых яйца. Подсолим. И хорошо взбиваем. Перейдем к казану с бульоном, где у нас отвариваются в рыбном бульоне брусочки картофеля. Подготовимся. Взбитое яйцо тонкой струйкой вводим бульон, постоянно помешивая. Картофельные брусочки на 90% отвариваются. Самое время посолить уху, чтобы потом, когда мы филе будем опускать, не разбивать ее перемешиванием. Лавр у нас был, перец был. Все. Опускаем в филе рыбы. После закладывания рыбного филе старайтесь не перемешивать уху. Филешки очень нежные. Они быстро развалятся, чтобы не было каши у вас. Филе рыбное варится очень быстро. Вы это увидите. А мы пока пойдем нарежем другую фишку. Следующая фишка в приготовлении нашей ухи апельсины. Для наших привычных, традиционных рецептов приготовления ухи, это уже вообще экзотика. Очень непривычно. Использую два апельсина. Нарежу тонкими кружочками. Вместе с кожурой. Апельсин внесет в бульон сладость, свежесть, аромат. Использую два апельсинчика. Этого вполне будет достаточно на 12-литровый казан. У меня там литра 8 ухи будут. Нарезанные апельсинчики, дольки. Пока сок не сбежал, незамедлительно отправляем в ухи. По завершению приготовления мне остается добавить ароматную зелень в уху. Я буду использовать укроп и петрушку. Зелень, как всегда, я использую много. Люблю я лихие ароматы. Так. Три минутки. Прокипит. И встречаемся, пробуем. Казан я снял с печи. Смотрите, как это все красиво выглядит. Аромат стоит. Пора пробовать. Не терпится попробовать эту красоту. Очень привлекательный рецепт. Уха прозрачная. Просто благоухает ароматами. Интересный вкус. Очень интересный. Я думал, сильно будет сладость от апельсина. Нет. Свежо только и все. Очень вкусно. Интересный букет. Очень интересный. Сладка уха. Друзья, понимая, что такая экзотика, как апельсин в ухе, многими будет воспринято отрицательно. Но я все же порекомендую вам попробовать этот вариант. А затем уже делать выводы. Всего вам доброго. До встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok